Приветствую вас, друзья! Наконец-то я снова в городе Ижевске, и мы снова идем на подземное озеро. Мне кажется, это у меня уже четвертое или пятое видео отсюда, но, тем не менее, данное место мне нравится, и сегодня я хочу в очередной раз его посетить, посмотреть, и сегодня дополнительно я хочу посмотреть, как все это выглядит с воздуха, потому что сегодня хорошая погода, и у меня есть с собой коптер. Также у нас с собой сегодня есть чай и Леха Белоусов, который сегодня меня сопровождает, администратор группы заброшенные объекты Ижевска и всей России. Короче, ссылка, если что, в описании, переходите, подписывайтесь, смотрите, будет у него много интересного контента, а мы сейчас идем с вами вот туда. Не помню, что я раньше рассказывал по этой территории, вообще, в принципе, эта территория принадлежит водоканалу, принадлежала вам когда-то, и строилась она с тем расчетом, что будет расширяться данный район. Здесь есть два резервуара, вот тот вот, частично затопленный, он называется подземным озером. Вот этот холм, как вы видите, это тоже резервуар, он сухой, в него можно попасть, кроме меры, раньше было можно, сейчас, думаю, тоже. И здесь есть еще вот такой вот маленький резервуар, в котором никто никогда не был, и, к сожалению, уже не побывая, потому что все трубы, ведущие в него, уже выкопали. Вот это вот красное здание, это типа распределительная станция, соответственно, если спуститься сначала сюда, можно по трубе попасть туда, под землей, и там есть переходы, соответственно, идет сухой резервуар, и идет сырой резервуар, в мокрый, так скажем. Вот, помимо прочего, труба в мокрый резервуар сухая, а в сухой резервуар, она затоплена. Вот такая вот странная парадигма, но, тем не менее, короче, в сухой мы не пойдем, потому что последний раз, когда я там был, мы маленько потонули, и было неприятно. Субтитры сделал DimaTorzok Это была насосная станция раньше, точнее, должна была быть насосная станция, как таковой, это недострой, то есть здесь ничего никогда не функционировало. Должны были стоять оборудования, которые, в случае чего, воду из резервуаров должны были перекачивать в нужном направлении, ну, и, соответственно, также закачивать. В прошлом году лед, лед не промерз, поэтому данный аттракцион был, как бы, недоступен для большинства, а сегодня, как видите, тут бывает очень много людей. Неудивительно даже, что мы сегодня, может, с кем-то здесь встретимся. А так, тут очень активный трафик, я смотрю. Да, все, блин, исхожено. Есть кто? Ладно, хоть не ответили. Ну, пойдем вниз. Мне кажется, подземное озеро – это одно из самых популярных и самопосещаемых мест, ижевских, заброшенных мест имеется в виду, потому что в сезон, в зимний сезон, тут бывает очень много людей, катающихся на коньках, и никакое другое место так активно не посещается. Ну, конечно же, летом тут почти никого не бывает. В этот раз лед хорошо промерз. Кстати, не видно, чтобы тот катался давно, и это странно. Ну, хотя вот есть еще следы от коньков. Бывший охранник этих мест, ну, в смысле, не лег, а вот в морожене, это чучело раньше лежало на страже данного объекта и не пускало сюда любопытствующих. А потом он обожрался, видимо, чипсов, шоколадок, и мерз случайно. И, конечно же, следствие активного посещения мест. Просто срач. Говерный срач. Причем вот это вот все, ну, это свежее. То есть это уже накидано на льду. Потому что, если бы было бы это изначально замерзшее, было бы глубже во льде. Ну, люди, камон, нельзя так. Какая-то такая наша, наверное, веревочка. Да, это наша веревочка. Мы на нее гирлянды обычно вешаем. Специально сделаны, навязаны. То есть только они были от столба к столбу, но кто-то их оборвал. Обычно вот эта часть резервуара самая опасная, потому что она самая дальняя от входа и меньше всего промерзает. Вот. Особенно вот возле этой стенки. Мы маленько рассредоточимся. Ну, хотя я смотрю, глубина льда тут сантиметров пять-то точно есть. Это вполне достаточно. Кстати, человека может держать два сантиметра льда. Ну, это не считается, конечно, безопасным еще, но, тем не менее, удерживает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, вот и все, друзья. Очередное посещение подземного озера закончено. Надеюсь, что в этот раз тоже было прикольно. И в следующем году мы проведем все-таки здесь катание, если нормально замерзнет лед. И условия будут уже не такими беспонтовыми. В любом случае, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Напишите свои комментарии. Может быть, вы тоже тут были. Может быть, даже были сегодня, потому что какие-то ребята здесь бегали и маленько нас испугались. Вот. В любом случае, надеюсь, было халяво. До новых встреч!